Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня мы с вами поговорим про пеларгонию. Но не обычную зональную, мы о ней уже беседовали, а про королевскую, или как называют ее еще, крупноцветковую. Да по-разному называют. Домашняя, великолепная, одним словом, замечательную пеларгонию с крупными цветками. Начну с того, что гибриды, на основе которых она создана, они имеют свое происхождение Южная Африка. Отсюда и проблемы, которые иногда любители цветоводы испытывают с ее выращиванием. Если бы мы с вами беседовали лет так 30-40 назад, то я бы сказала, что высоту она достигает метра. Но канули в лето такие сорта, потому что сейчас все стремятся немножко выращивать кусты, которые более компактные. И высота современных пеларгоний иногда достигает 50 см. Если мы получаем где-то европейские сорта, то у них высота при покупке еще меньше, потому что в процессе производства, в процессе роста пользуются ретардантами, которые направлены на то, чтобы не только замедлять рост пеларгоний, ну а также стимулировать кущение, естественно, закладку много, чтобы было цветоносов, ну и естественно, чтобы цветок был полноценный, соцветие было полноценное и крупное. Как размножается пеларгония? Ну естественно, раз она цветет, значит есть два пути размножения. Это семенами и черенкованием. Семенами мы будем размножать начиная с февраля, в марте месяце. Ну а черенкование, к счастью, мы можем сделать как в феврале, марте, так и затем в августе, ближе к осени, до середины сентября. Это такие оптимальные периоды, когда можно заниматься размножением пеларгоний. Поэтому я думаю, что мои рекомендации придут как раз в срок. Посев сложности не представляет. Я сильно на нем останавливаться не буду, потому что посев обыкновенный. Семена у него достаточно крупные, и поэтому посеять труда не составит. Сверху немножко присыпаем грунтиком, либо какой у вас там материал. Это может быть перлит, песочек и так далее. Ну а черенкование мы будем проводить тоже традиционным способом. Либо непосредственно в песочек, либо в песочек, смешанный с перлитом, либо в такие вот смеси. Ну и еще могу научить вас, что в дальнейшем сэкономить свои затраты на пересадку, то можно сделать следующим образом. Ну почва, конечно, должна быть при выращивании воздуха и водопроницаемой, и ни в коем случае не кислой. В промышленности используется такой показатель, как вы знаете, кислотность почвы определяют. Так вот этот PH, он не должен быть выше 6,5, но и не ниже, чем 6. В крайнем случае 5,8. Поэтому, чтобы минимизировать дальнейшие наши процессы трудоемкие для кого-то, мы смешиваем готовый трофяной грунт с растительной почвой. То есть это здесь смесь дерновой, листовой земли. В результате получится такая плодородная, рыхлая, хорошая почва. Набиваем стаканчик. Он может быть диаметром, либо по периметру 8-9 сантиметров. И заполняем землей. Заполнили. Затем мы готовим черенок. Здесь у меня вот такая лохудра, она переросла. Ну, для черенков самое то. Надо брать верхушечные черенки, которые еще не древесневшие. Потому что иногда хочется, если длинный побег, взять его как можно больше использовать. Но вот такой побег еще можно использовать. Мы убираем у него лишние листики. Цветение наступит немножко позже. Но за счет дополнительных побегов оно затем будет более обильным. Вот отсюда черенок, уже из одревесневшей части, брать не следует. Потому что да, какое-то время он еще будет жить. Даже длительное время он может пожить и 2-3 месяца. Но он будет жить исключительно за счет питательных веществ и влаги, которая содержится в такой вот полуодревесневшей коре. И вот вы видите, что уже даже и сердцевинка такая плотная. Поэтому с этого черенка мы брать материал не будем. А вот такой зеленый верхушечный черенок это идеальный вариант для черенкования. Нижний убираем. И вот готовый черенок. Если вы считаете, что этот что-то будет лишнее у вас, забирайте его, можно тоже обрезать. И этот можно обрезать. Ну, на черенке должно быть обязательно хотя бы 2 пары листиков. 2-3 междоузли. Для того, чтобы все-таки поступали питательные вещества для образования корней в этой точке. Подсушили. Прошло 3-4 часа. Можно припудрить срез углем. И затем мы в этом стаканчике, извиняюсь, за мои жесты. Делаем отверстие. Вот мой палец, он как раз подходит по размеру для такого отверстия. То есть отверстие должно быть глубиной сантиметра 3-3,5 и диаметром 1,5-2 сантиметра. Мы делаем такое отверстие. Сделали. И это отверстие заполняем песочком. Заполнили. Вот получилась у нас такая ячейка. проливая. Дождались, пока влага впитается. И туда, подсушенный уже черенок, мы вставляем в нашу песочную такую капсулу. Стоит ли прятать пеларгонию под какое-то укрытие? Я считаю, что не стоит. Потому что влаги, которая в данном горшочке, будет достаточна для того, чтобы поступала она к нашему черенку. Ставим в поддончик. И полив может быть как верхний, так и нижний в поддончик. Нижний, конечно, будет гораздо приятнее для пеларгонии. И черенки будут таким образом укореняться. Если мы сеяли семенами, это может быть тоже либо в горшок, либо в ящичек, что у вас есть под рукой, либо это мини-тепличка. Затем, когда всходы появятся, при этом надо помнить, что температура при выращивании из семян не должна превышать 25 градусов, иначе всходы будут неравномерные, недружные и не должна опускаться ниже 20 градусов. То есть оптимальный диапазон выращивания из семян это 21-24 градуса. При выращивании черенкованием диапазон температурный составляет 18-22 градуса. И главное, чтобы эта температура находилась именно в зоне будущих корешков. Воздух должен быть достаточно увлажнен. За посевами следим, соблюдаем температуру. Вот появились проростки и уже есть возможность их распикировать. Мы их пикируем обычным образом. Это тоже будет такой перевалочный, так сказать, пункт. Затем, когда высота сеянца достигнет 5-7 сантиметров, мы его пересадим тоже в такой вот горшочек. Как я говорила, диаметр либо 8-9 сантиметров, либо периметр его составляет 9 сантиметров. То есть вот такой горшочек, сколько здесь он пишет, наверное, 8-7-7, вполне достаточен для сеянца размером 5-7 сантиметров. Через какое-то время, когда пойдет уже более сильный рост, спустя 2-2,5 месяца, мы пересадим в более крупный горшочек, примерно такого размера. А если он круглый, то это диаметр сантиметров 10-12, 14-14 может быть. Вы же помните, что как с пеларгонии зональной не следует выбирать для нее большой горшок, потому что тогда она будет ветвиться, но цветение вы не дождетесь. И вот вроде бы у нас все замечательно. И посевы мы получили, и черенки укоренились, и растет она у нас год-второй, а все не цветет. А что происходит? Вот здесь наступают трудности, которые она зацепила, выйдя из Южной Африки. А трудности такие, что ей необходимы в зимний период покой и содержание при температуре 10-12 градусов максимально. Только в результате такого охлаждения она у вас цветет. Если у вас жаркая сторона и круглый год на вашем подоконнике высокая температура, то, как правило, пеларгонии сидят, густятся, ветвятся и не зацветают. Вот так вот примерно происходило и с этой моей пеларгонии, когда у нее уже стебли одревеснели, но она упорно не цвела. Но сейчас, надеюсь, что когда я срежу с нее черенки в срок, я думаю, что она зацветет. Мы за ней поухаживаем. Пеларгония очень чувствительна к смене коротких и длинных дней. И когда вот при таком прохладном содержании короткие весенние дни сменяются, вернее, короткие зимние дни сменяются более длинными весенними днями, для пеларгонии это очень важно. Когда мы выращиваем ее либо как горшечная в грунте, либо у себя на подоконнике, то тоже надо помнить о том, что должно быть чередование, кроме световых дней, должно быть чередование температур. То есть, выращивая ее при температуре примерно 24 градуса плюс-минус, ночная температура должна отличаться наполовину, то есть, примерно это 10-12 градусов. Тогда успех будет обеспечен даже на южном окошке. Вот такие тонкости выращивания пеларгонии крупноцветковой. Надеюсь, что информация для вас была полезной. Приобретайте, высевайте, черенкуйте, и все у вас и у нас получится. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин